Глубоко уважаемые коллеги, добрый день. Я рада приветствовать вас на конференции, посвященной меланоме кожи. Хотелось бы прежде всего поблагодарить организаторов и Светлану Анатольевну Проценко за возможность выступления с докладом о действительно сложной проблеме, проблеме лечения меланомы кожи с расположением этой опухоли в области головы и шеи. Сегодняшняя тема моей презентации будет посвящена именно локализация опухоли головы и шеи и расположение меланомы в этой зоне. Я попытаюсь ответить на вопросы, которые, в общем-то, хотелось бы, чтобы были освещены в ходе этой работы. И на самом деле достаточно сложно, когда мы видим пациента с расположением опухоли, имеется в виду меланомы кожи, в зоне очень сложной для выполнения хирургического вмешательства. Для того, чтобы понимать и понять, как лечить эту категорию пациентов, нам необходимо знать вообще биологию, конечно, этой опухоли и понимать, как она растет, как она метастазирует. В частности, это больше всего касается, конечно же, пациентов с расположением в зоне достаточно сложных для оперирования. Это зона глаза, внутренний угол глаза. И те пациенты, у которых имеются обширные меланомы, длительно существующие пациенты, которые не обращаются длительно, до того момента, пока не появляются какие-то осложнения в виде кровотечения, нагноения раны. Вот в таком варианте пациенты уже приходят для консультации и оказания помощи к врачам. Необходимо понимать, что очень важно иметь слаженную работу хирургов и лучевых диагностов для того, чтобы понимать, какой конкретно выполняется объем. И до операции пациент должен быть обязательно обсужден с сторонними специалистами, специалистами вашей команды, для того, чтобы понять и спланировать план выполнения хирургического вмешательства. Какие вопросы хотела бы все-таки осветить для того, чтобы понимать, в чем особенность именно метастазирования при локализации на голове шеи? Это основные моменты, которые мы всегда задаем и которые мы всегда решаем, и всегда задаем сами себе этот вопрос касательно расположения опухоли и возможности выполнения радикального хирургического вмешательства, чтобы краев резекции в зоне данной опухоли были минимализированы. Именно касательно краев резекции без опухолевого роста, чтобы мы получили. Соответственно, очень важно понимать выполнение биопсии сигнальных узлов при меланоме кожи, несмотря на то, что действительно по всем показаниям выполнения биопсии сигнального лимфатического узла у данной категории пациентов возможно и есть показания, но не всегда возможно выполнить именно биопсию сигнального узла в данной ситуации, поскольку оно находится в области регионального лимфатического коллектора, и выполнение и обкалывание данной опухоли приводит к артефактам и неправильной трактовке данных. Очень важно понимать, выполнить ли шейную диссекцию в этой ситуации правильно, и должны быть основные показания для выполнения шейной диссекции, потому что она тоже, эта операция, она действительно достаточно сложна технически, выполнить ее правильно и выполнение чисто, в чистом виде. И также очень важно понимать, что магистральные сосуды, воздействие опухоли на магистральные сосуды и взаимодействие их распространенность на эти сосуды, распространенность опухолевых узлов, оно, конечно, имеет большое значение, поскольку на шее есть сосуды, которые даже при выполнении двусторонней диссекции невозможно выполнить один объем одинаковый с двух сторон. Ну и назначение лекарственной терапии, когда же все-таки лекарственная терапия имеет очень большое значение на сегодняшний день в лечении меланомы кожи и в видении хирурга, и место лекарственной терапии в видении хирурга. Хотелось бы рассказать о нескольких исследованиях, которые имеют очень значительное такое влияние и значимое такое действительно влияние на тактику введения этой категории пациентов, которое было проведено в 10-летний период. Это пациенты более 2000 пациентов с меланомой, расположением ее в области головы и шеи. И несколько тезисно хотелось бы показать график, в котором говорится о при расположении в той или иной зоне части головы и шеи у пациентов какой имеется прогноз. Вот, например, при расположении исследований у пациентов в области лица и различных участков головы и шеи установлено, что выживаемость при меланоме кожи лица, чем при меланоме кожи волосистой части головы, лучше. То есть на волосистой части головы это все это особенности лимфогенного метастазирования, лимфогенного оттока, имеется в виду, и анатомических данных. Также при исследовании и оценке имеющимся изъязвлений и без изъязвлений тоже имеет очень большое значение и, в частности, без изъязвлений имеет лучший прогноз. При исследовании роста опухоли, экзофитного роста, либо это поверхность распространяющая была оценка между пациентами, видите, как видите, достаточно большая группа пациентов, сопоставимая, но и хотелось бы сказать о том, что действительно прогноз хуже у пациентов с узловой формой меланомы. В зависимости от уровня инвазии. Также расположение и, соответственно, пятый уровень инвазии, конечно же, имеет худший прогноз. Ну и вот исследование, о котором хотелось бы, тоже имеет очень большое значение и значимое, в котором говорится о том, что несколько исследований взято большое количество пациентов, от 300 до 1000 пациентов, и это исследование затронуло такую большую группу пациентов. Выборка была именно, упор был на то, что какие края, от краев опухоли, отступ от краев опухоли от 1 см до 5 см, и в дальнейшем, как видите, значимые различия в выживаемости, как видите, у нас не особенно различаются, поскольку дальше в этом же исследовании говорится о том, что увеличение краев больше, чем 2 см не дает преимущества в отношении болезнеспецифической выживаемости. Это исследование, которое действительно имеет большой опыт лечения этой категории пациентов, и все-таки с выводами при анализе данных выполненного исследования, многоцентрового исследования, хотел бы сказать о том, что отступление от края не менее 1 см, она должна быть иссечена, это первичная меланома. Рекомендуемое отступление от краев опухоли – это 3 см. Фактически край зависит от экономического расположения опухоли. То есть все зависит от того, в каком месте находится опухоль, какая это зона и как сложно ее далее выполнять реконструкцию пластику. Биопсия сигнального лимфатического узла, по данным этого исследования, выполняется и рекомендуется стадии 1b и выше. Очень много различных возможностей визуализации лимфатических узлов сигнальных, имеется в виду и выполнение биопсии сигнальных узлов. Наряду с выполнением изотопного исследования, которое является как обязательным этапом, есть еще и методы визуализации, детекции сигнальных лимфатических узлов. Они различны как от трехмерной визуализации, так и гамма-датчик для нас стандартный и наиболее в практике используемый. Выполнение данной методики имеет действительно ряд преимуществ, когда это выполняется именно в правильном объеме, поскольку мы понимаем, какой лимфоток. И это не говорит о том, что там, где лимфоток, там и есть пораженные лимфатические узлы. Здесь мы определяем обязательно лимфоток от опухоли и наиболее значимые лимфатические узлы, которые мы видим при исследовании на гамма-камере, мы видим и далее при детекции лимфатических узлов. В чем же сложность на самом деле выполнения данного объема оперативного вмешательства при локализации опухоли головы и шеи? Как видите, на теле достаточный объем мягких тканей для перемещения, замещения он существует. Но выполнение того или иного объема хирургического вмешательства в области верхнего века, нижнего века, угла глаза, внутреннего, очень сложности большие имеет, когда расположение имеется в области зоны оклоушной слюнной железы. Это очень хорошо кровоснабжаемый орган, который действительно имеет и в оклоушной железе, и имеющиеся оклоушные лимфатические узлы, они мгновенно реагируют на эту опухоль. С учетом этих всех важных моментов необходимо планировать пациента и составлять диагностический алгоритм перед операцией, и планировать сам объем операции в исполнении этого дефекта. Ну и нужно понимать, что выбор метода восстановления, конечно, определяет сам хирург, и он каждый день, хирург обязательно, каждый день, каждая операция дает достаточный опыт для того, чтобы далее совершенствоваться. Но лучший метод тот, которым владеет этот хирург. И хотелось бы сказать о том, что существуют различные методы выполнения реконструктивной пластики от простого до сложных микрохирургических вмешательств. Очень важно понимать, что при планировании пациента нужно разграничить щетка на группу небольших дефектов, среднего дефекта и больших дефектов. И как восполнять данные дефекты опухоли, дефектов после удаления опухоли. В этой ситуации мы понимаем, что зависит от объема и необходимости выполнения либо перемещением комбинированных лоскутов, либо достаточно выполнения одного лоскута. Как видите, первичная реконструкция, которая подразумевает собой удаление опухоли и восстановление одномоментно после удаления этой опухоли, необходимо понимать, была ли в анамнезе лучевая терапия. Необходимо понимать и знать анамнез этого пациента, потому что в зависимости от этого будет обязательно размечен план действий и план выполнения хирургического вмешательства. Необходимо понимать, есть ли негативные или позитивные лимфатические узлы, выполнение биопсии сигнальных узлов. Ну и очень важно знать, когда имеется Т1 и 0, или Т имеется в виду только первичный очаг, первичная опухоль без поражения, нужно тщательно распланировать обязательно восполнение дефекта заранее, каким образом будет планироваться эта операция. Как видите, очень большое количество восполнения дефектов и различные возможности восполнения лоскутами, как и на сосудистой ножке, так и микрохирургическим путем, необходимо обязательно распланировать и выполнить данное вмешательство до начала операции. Данный пациент, представленный на слайде, это пациент, который лечился у нас и, как видите, достаточно сложно было бы понять без тщательного планирования и тщательного планирования на дооперационном этапе этого пациента в объеме вмешательства, в необходимости выполнения того или иного вмешательства. И эта операция выполнена, поскольку был перекрыт слуховой проход, и необходимо было обязательно дренирование и отток из слухового прохода. Соответственно, выполнение данного объема и выполнение одномоментно, как видите, удаленный дефект большой достаточно, поэтому необходимо было планировать заранее восполнение этого дефекта, каким именно путем будет он восстановлен. Данный пациент также оперирован по поводу меланомы кожи по передней поверхности лица и, как видите, здесь комбинированная сложная пластика, выполнение ее тоже имеет большое значение, поскольку пациенты молодые и, конечно же, и немолодым пациентам, соответственно, хочется выполнить объем, который будет носить наименьшее количество косметических дефектов. И не будет каких-либо неприятных ощущений в зоне хирургического вмешательства. У данной пациентки местными тканями удаленное образование тоже на кончике носа. И, как видите, здесь у нее возможность выполнения местными тканями путем отсепорубки кожных лоскутов до уровня переносицы, возможность мобилизации тканей и восполнение дефектов. Данный пациентка – длительно существовавший невус, который после травматизации перешел в меланому. Выполнен дефект путем ротации кожно-мышечного лоскута на сосудистой ножке. И у пациентки достаточно успешно восполнен носовой проход. В целом у пациентки косметический дефект минимальный. Сложно, когда имеются вот такие вот опухоли, о которых я говорила, о том, что огромных размеров выращиваемые этими пациентами. И обращаются они только тогда, когда появляются уже сложности с появлением кровотечения из этой зоны. Либо, когда мешает спать пациенту. И, как видите, вот справа верхний слайд, где у пациентки в области придушной зоны находится данное образование меланома кожи. У этой пациентки необходимость выполнения и находится в зоне также ветвей лицевого нерва. Достаточно сложности имеются для того, чтобы не повредить эти ветви и не испортить пациенту все-таки качество жизни. У этих пациентов выполняются обширные хирургические вмешательства. Как видите, выполняются они на шее и происходит осипаровка и, в общем-то, погружение в футлярность и зональность данной опухоли. Очень важно иметь понимание лимфотока от этой опухоли. Очень важно знать и объяснить пациенту, что лимфоток у пациента от опухоли может быть как в одну, так и в другую сторону по шее, так и в другие зоны, не говоря уже о других отдаленных метастазах. Поэтому важно не пропустить и выполнить оперативное вмешательство до момента вовлечения магистральных сосудов, потому что, как я уже говорила, выполнение операции на магистральных сосудах с обеих сторон невозможно и чревато серьезными осложнениями. Еще одна пациентка, у которой имелась меланома кожи, которой неоднократно была попытка лазерной деструкции, которая самостоятельно выжигала перекисью чистотелом это образование. Пациентка обратилась к нам, когда уже поняла, что не может справиться с этим, оно растет и меняется. И, в общем-то, небольшой дефект, казалось бы, какой-то участок, но выявлен уровень инвазии по Кларку, третий Кларк и, в общем-то, по Бреслоу мы видим, что и толщина у пациентки в области самого дефекта, где была выполнена лазерная деструкция. То есть мы видим не только остатки опухоля, мы видим полнослойную, мы видим действительно, что пациентка неоднократно лечилась. И, как видите, большой дефект в области левой половины лица, который необходимо восполнить. Опять же, выполнение и в каком объеме выполнение диссекции необходимости выполнения, возвращение в эту же зону для того, чтобы удалить лимфатические узлы, тоже достаточную сложность представляет. Поэтому восполнять дефект нужно понимать, что для того, чтобы мы имели в виду и на будущее метастазирование, восполнение дефекта путем того, что мы на будущее представляли себе, как мы будем далее выполнять объем оперативной вмешательности, если будет у пациентки прогрессия. То есть при меланоме кожи нужно определенно знать, что мы можем дальше ожидать у этой пациентки и планировать ее, в общем-то, на будущее также. Ну и данная пациентка, в общем-то, у нее все хорошо и уже 5 лет все у нее без признаков прогрессирования. Я хотела бы сказать о том, что очень важно иметь сплоченную команду, которая всегда поможет и понимание с химиотерапевтами, каким образом и когда мы должны применять химиотерапевтическое именно лечение у этих пациентов. И стоит ли вообще оперировать пациентов с меланомой кожи? Мы имеем очень большое понимание в нашем учреждении и каждого пациента обсуждаем на мультидисциплинарной комиссии. И это очень приятно и хотелось бы пожелать, чтобы у всех всегда было взаимопонимание для того, чтобы мы могли работать и дальше на благо наших пациентов. И хотелось бы также, я приглашаю вас на форум «Белые ночи», который традиционно проходит у нас в июне 2020 года. Спасибо большое вам за внимание.